привет сегодняшнее видео по запросу сегодня я буду готовить чесночную воду меня спрашивали как я делаю чесночную воду для орхидей в общем сейчас вам покажу хотя это элементарно у меня головка чеснока и полтора литра полутора литровая банка с водой ну воду я уже специально налила вообще я сначала кладу туда чеснок потом заливаю водой обычно головку кладут на трехлитровую банку на баллон большой да но у меня нету трехлитровых банок здесь вообще не существовал может быть и существует где-то но здесь у меня в округе нету я ничего такого не видел чтобы мне купить какой-то продукт консервацию в трехлитровой банке поэтому я использую вот это самая большая которая у меня была полутора но я сейчас покажу я очищаю чеснок всю головку и своим любимым камушкам кто знает мой самый любимый камушек буду давить но сейчас я вам покажу ну чистить я почищу вне камеры извините так все я нарезала теперь просто давлю особо ничего не делаю а давлю мне надо чтобы масло вышло можно резать можно не резать если очень крупный чеснок большие зубчики можно порезать у меня такой нормальный я особо резать не буду все можно вот эти какие-то чуть-чуть все увидите без всяких сантиментов и банку я не знаю вам видно не видно и кладу в баночку так все я положила в банку я долью сейчас полностью водой и теперь надо чтобы чтобы водичка настояла с чесночком я ставлю на два дня примерно вы поставьте куда-то в теплое место но у нас и так тропики у нас всегда тепло поэтому я ставлю просто на кухне и стоит у меня два дня что я делаю потом потом я разбавляю примерно половина от чесночной воды и беру половину нормальной воды водопроводной обыкновенной наливаю в такую мисочку и туда ставлю ну мисочку плошечку не знаю ведерочка как хотите называйте и туда уже ставлю свои орхидеи ставлю их ну наверное на полдня так при но не на полдня но где-то на часа два точно потому что все-таки у нас жарко и если кто-то ставить там на полчасика в вашем климате может быть это хорошо но я у себя ставлю всегда подольше вернее я смотрю как только все весь мой кокос уже намок полностью с низа до верха потому что я не окунаю полностью я ставлю как бы у меня орхидеи ну допустим если орхидеи такой высоты кокос да то я ставлю где-то до середины максимум не полностью опуская поэтому когда я вижу что весь кокос у меня уже намок тогда я могу вытаскивать но поэтому вы смотрите сами да сколько по времени когда увидите что пропиталась ваша земля ваш не знали кора там не знаю как вы то вы вытаскиваете и все я их вывешиваю опять же они у меня же все висят а вам надо наверное поставить чтобы лишние тоже вода стекла и все и вот так у меня этой банки хватает на два раза то есть я подержу два дня вот полью значит дам попить орхидеям через два дня потом я банку беру в холодильник вы может быть наверное вам и не надо убирать у нас очень жарко если я не убирано у меня забродит а у вас может быть она будет нормально стоять и потом через какое-то время там через неделю допустим я еще раз делаю такую ванночку и все и забуду на два там месяца я не знаю насколько я очень редко это делаю если вы будете делать на вот эту головку чеснока на трехлитровую банку то вам конечно не надо ничего разбавлять водой вы наливаете в пульвизатор опрыскиваете листики если у вас закрытой кашпо в закрытом то можно наверное сверху попрыскать ну то есть так чтобы опрыскать все и дать попить немножко подлить но в общем смотрите сами но тогда разбавлять водой не надо я делаю потому что опять же повторюсь так как у меня нету трехлитровой банки и поэтому я делаю в этой полуторке и я делю на две части разбавляю 50 на 50 водой и все да то есть и ставлю и я не опрыскиваю и не опрыски потому что я оставлю в эту миску и они пьют вы можете опрыскать потому что ну зависимости в какой системе у вас сидят ваш орхидеи да у меня открытая система не знаю как у вас в кашпо закрытая в открытой но сами смотрите но вы можете опрыскивать и может быть даже почаще опрыскивать может быть будет действительно выпустит побольше цветоносов и цветения будет более ярко у меня не все мои орхидеи они же все были реанимашки так скажем да все в полумертвом состоянии поэтому я это все дело для того чтобы спровоцировать рост на рост на рост корней чтобы никаких болячек не было именно чтобы нарастили корни но и как вы видите мне вроде бы как я насколько я понимаю мне это удалось не у всех конечно хорошая корневая система но по крайней мере прижили все кроме одной которую я еще не выбросила и жду но посмотрим что будет дальше вот теперь уже раздела водичку через пару денечков поставлю и дам попить моим орхидеям и как я уже говорила что для меня кто-то говорит что это стимулирует цветение кто-то говорит что стимулирует корни рост корневой системы для меня лично как для меня я не знаю что-то насчет стимуляции но я считаю что все-таки чеснок это натуральный антибиотик бактерицидными свойствами обладает вы знаете что чеснок это единственный наверно овощ который при термической обработке не теряет никаких своих свойств поэтому вы можете в суп и куда угодно и варите жарите и он будет полезен в любом случае поэтому для меня я поливаю почему потому что чтобы как-то обеззаразить натуральным образом мои орхидеи но вы знаете что я не особо заворачиваю заморачиваю заворачиваюсь насчет этого да я не такая орхи манка или как там еще обозвать нас любители орхидеи но мне хочется чтобы по крайней мере те орхидеи которыми и чтоб они выглядели здоровыми цвели и так далее лена я надеюсь что я ответила на твой вопрос на твой запрос делала такое небольшое коротенькое видео у меня еще поступил запрос делать видео насчет банановых шкурок ребята надо купить банан мы все слопали шкурки а выбросила но я пойду на выходные когда после работы уже сейчас у меня нету времени буду покупать фруктики и тогда уже куплю бананчики мы их скушаем и останутся шкурки я покажу потому что есть несколько способов тоже как можно удобрять шкурками и не только орхидеи а любые наверное ваши комнатные цветы и как минимум три-четыре способа я вам могу показать ну все тогда до встречи будем встречаться в новых видео пока пока